К другим новостям. Четверо террористов уничтожены сегодня в российском городе Астрахань. Все они находились в розыске по делу об убийстве сотрудников ДПС 4 апреля. Этой ночью боевики пытались покинуть город и открыли огонь по офицерам Росгвардии. Автомобиль с боевиками гвардейцы пытались остановить для проверки документов. В ответ бандиты стали стрелять. Ему удалось ранить троих бойцов, завладеть их оружием и скрыться. Правда, и с их стороны потерь без потерь не обошлось. Один из нападавших ликвидирован ответным огнем, другой ранен. В городе объявили план перехват. Боевиков блокировали на территории промзоны. Началась перестрелка, в результате которой были обезврежены. Именно эти люди, уверенные правоохранители, 4 апреля расстреляли наряд ДПС. Мотив преступления неприязнь к полицейским и завладение их оружием. По месту жительства всех обвиняемых проведены обыски. У одного из них, Кукулаева, изъята аудиозапись, в которой он высказывает экстремистские взгляды и призывает к совершению преступлений. Установлено, что по Астрахани в ночь на 6 апреля обвиняемые передвигались на автомобиле, который им не принадлежит. И сейчас следствие разыскивает водителя машины, который, возможно, также подвергся нападению со стороны обвиняемых. Пока доподлинно известно лишь об одном ликвидированном террористы. Это 20-летний Рамзан Кукулаев. Ряд местных СМИ также сообщили об убитом Нурбулеса Спанове. Оба уроженца Астраханской области. Всего же в первые часы после нападения на полицейских следственные органы России распространили ориентировку на восьмерых подозреваемых. В их числе оказались двое уроженцев Казахстана – Айльбек Гизатов и Ильяс Магомедов. Оба сами пришли в полицию и заявили о своей невиновности. По словам Ильяса Магомедова, он никогда не был в Астраханской области и ни с кем из остальных разыскиваемых не знаком. Гизатов, в свою очередь, сообщил, что пределы Атыраусской области в день нападения не выезжал. Ранее сообщалось о том, что мужчину все же задержали. Сейчас о его судьбе ничего не известно.